Как я и обещал, сегодня мы обсудим окончательные итоги выборов в Государственную Думу и Горсовет города Уфы. Теперь, сегодня мы уже можем говорить о стопроцентном подсчете голосов, по крайней мере, по версии наших самых правдивых на свете циков. В общем, приступаем. Отказниками я называю тех депутатов, вернее, людей, попытавшихся стать депутатами, которые прошли на выборах, формально получили право быть депутатами, но при этом сложили свои полномочия и отказались от того выборов, который сделал население, по крайней мере, как это утверждает Центральная избирательная комиссия. Таких заметных отказников у нас в Башкирии четыре. Вообще, по сути, эти люди пошли на выборы, их как бы выбрали, и при этом они отказываются от своих полномочий, то есть они обманули своих избирателей и при этом предоставили место в тех органах, куда избирались, тем, кто был ниже них по списку и за кого, по сути, избиратель не голосовал. Это такое своего рода уже традиционное мошенничество, в основном к которому прибегает партия «Единая Россия». Иногда целью этого действия является проведение в избираемую должность того, кого изначально выбрать не могут. Иногда целью таких действий является некое вытягивание за собой, с помощью своего авторитета, безнадежной группы, которая баллотируется на выборах. Ну, в общем, мы имеем и тех, и других. Давайте начнем по порядку, но стоило бы сказать, что, почему я называю это своего рода мошенничеством, потому что на самом деле действительно здесь есть все признаки этого деяния, потому что, например, государство истратило огромные деньги на организацию выборов, а человек, пройдя весь цикл выборов, избравшись на избираемую должность, отказывается от своего мандата. Ну, зачем он так дошел? Логический вопрос, да? Но, тем не менее, вот четверо таких героев, которых мы сегодня обсудим. Первым идет, естественно, дорогой Ради Фаритович, который был первым в списке Единой России от Республики Башкортостан, который формально избрался в Государственную Думу и который отказался от своего мандата. Собственно, Ради Фаритович не делал секреты из своих намерений и заранее сказал, что он, конечно же, в Думу не собирается. При этом Хабиров попал в список окольным путем. Изначально он туда не собирался попадать, его изначально в списке Единой России по Башкортостану не было. Паровозом там шел Сидякин, но, однако, старшие товарищи из партии, посмотрев на этот убогий список, повелели Хабирова его возглавить. Видимо, были опасения, что тут совсем уж никто не проголосует за вот эту странную кампанию. В общем, Хабиров возглавил список, встав первым перед Сидякиным и теперь благополучно свой мандат сдал. Соответственно, список продвинулся на одну строчку вверх. Второй отказник в моем списке это Саша Сидякин. Ну, с этим было все значительно сложнее. Долго он морочил всем голову, слухи ходили, что он уходит в Думу, что он не уходит в Думу. Саша долго вилял хвостом, кривлялся, торговался и действительно было непонятно, уйдет он или нет. Многие, включая меня, уповали на то, что все-таки Госдума заберет у нас Саша Сидякин, но, однако, Саша остается. Надо понимать, что, конечно же, должной замены Хабиров ему найти не мог среди своего окружения. Саша талантливый, я беру это слово в кавычки, специалист в той области, в которой он трудится, потому замены ему, наверное, здесь на нашем поле нет. Однако, вот уже в последние дни распространились слухи о том, что сам Сидякин объясняет эту ситуацию тем, что в Государственной Думе не нашлось ему места в комитетах, которое бы соответствовало масштабу его личности, а за простую зарплату депутата Госдумы в 470 тысяч рублей США горбатится якобы там, не собирается. Я не знаю, насколько это достоверное высказывание самого Сидякина, эти слухи активно курсируют, но, собственно, это, конечно, похоже на него, особенно учитывая, что в последний момент и буквально сразу же после выборов было заявлено, что Республика Башкортостан оказывается остро нуждается в замене лифтов на сумму 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Я ничего не утверждаю, это исключительное совпадение. США Сидякин в последние месяцы и последний год-полтора активно отрицает свою причастность к лифтовому бизнесу, так что, в общем, это однозначно совпадение, но так совпало. США остается и 2 миллиарда 400 будет истрачено на лифтовое хозяйство. С другой стороны, рассуждая трезво, надо понимать, что, наверное, в Думе он не так уж и нужен, потому что роль он там исполнял, он уже там ведь бывал. Конечно, эта роль была достаточно такая вторичная. Саша был на подхвате, исполнял грязную работу, собственно, что подтвердил на прошедшей неделе сам Ради Хабиров, который рассказал о том, что закон об иноагентах вовсе, оказывается, не был выдуман Сидякиным, а закон этот был выдуман самим Хабировым, а США был его всего лишь проводником этого закона в Госдуме, и Хабиров якобы попросил его взять на себя вот эту тяжкую ответственность, и США ее взял на себя. В общем, Хабиров присвоил себе этот подвиг примерно так же, как он присвоил себе идею о детях войны, которая исходила от коммунистов. В общем, все хорошее Хабиров под себя подгребает. Ну, надо еще понимать, что у Сидякина в Башкирии осталось много недоделанных дел. В конце концов, IQ Park сам себя у себя не купит. Нужен хороший надзор за этими процессами. В общем, здесь запущено много интересных и очень денежно-емких проектов, так что США здесь, наверное, без дела не останется. Третий отказник — это Сергей Николаевич Греков. Наш горе-мэр, который зачем-то баллотировался по списку от «Единой России» в Горсовет города Уфы, баллотировался первым в этом списке, конечно же, прошел, и в конечном итоге отказался от мандата в пользу там кого-то пониже по списку. Ну, это жаль, если честно. Я, честно говоря, надеялся, как и в случае с Сидякиным, что Греков станет председателем нашего городского совета. Это было бы очень здорово. Это место как раз для него. Он очень подходит для этого абсолютно бессмысленного и такого номинального поста. Однако Греков все-таки решил, или за него решили, скорее всего, что он остается мэром Уфы. Попутно с этим заявлением Греков сообщил нам, что у него абсолютно отсутствует какая-либо транспортная концепция города Уфы. Ну, мы и так об этом знали, просто он об этом молчал и не признавался. А также Греков рассказал нам интересную историю о том, что, оказывается, на улице Комсомольской над жителями Уфы будет проводиться некий эксперимент по замедлению дорожного движения с целью обезопасить жителей Уфы. Ну, в общем-то, тут, конечно, я немножко опешил. Весь мир пытается ускорить транспортные потоки, а Сергей Николаевич решил нас замедлить. Мы и так тут очень медленно передвигались в последнее время по главным артериям нашего многострадального города. Видимо, по Комсомольской мы будем перемещаться только ползком или, в лучшем случае, пешком. Хотелось бы отметить Сергею Николаевичу, что в современном мире, в общем-то, самый безопасный способ – это пешком по лесной тропинке. И потому все-таки хочется надеяться, что скорее рано, чем поздно, Сергей Николаевич вернется в свой любимый шимбайский лесок, будет гулять там по тропинкам и избавить нас от своего присутствия в кресле мэра, потому что, ну, худшего мэра в городе Уфе я не припоминаю. Ну и четвертый отказник в моем списке – это Иван Сухарев. Тут вообще ситуация запутанная. Судя по всему, Иван Сухарев, многократный депутат Государственной Думы от Башкирии и партии ЛДПР, не был уверен в своих силах, потому он баллотировался первым по списку от ЛДПР в Государственную Думу и первым по списку от ЛДПР в Горсовет. И там, и там он прошел. Ну, Казе понятно, что Ваня выберет мандат депутата Государственной Думы, он давно и прочно обосновался в Москве, так что от мандата в Горсовете ему придется отказываться в пользу кого-то из однопартийцев. Схема примерно та же. Завершая тему отказников, исследуя совету министра, который мне посоветовал, если я что-то критикую, то я должен предлагать, я предлагаю первым делом новым депутатам Государственной Думы издать закон о запрете отказа от мандата в случае избрания на избираемую должность. Вообще на всех уровнях. От сельсовета до президента Российской Федерации. Человек, идущий на выборы, это по определению человек ответственный. Ну, по крайней мере, так принято считать. И он должен нести ответственность за свои намерения, ответственность за усилия государства и граждан, которые были предприняты на всех этих выборах. Безответственно отказываться от мандата в пользу непонятно кого, стоящего совсем внизу по списку. А вот депутатами-рецидивистами я называю тех, кто идет в Государственную Думу не первый раз. Таких в нашем списке от Башкирии очень-очень много. Несмотря на то, что было заявлено, что состав Государственной Думы будет обновляться, что нам нужна новая кровь, молодежь, тратата и пам-пам-пам. Однако по итогу выборов от Башкортостана мы имеем довольно печальную картину в плане обновления. Всего от Башкирии в Государственную Думу попадает 14 депутатов. Минус один. В прошлый раз было 15. Так вот из этих 14 один идет аж на четвертый срок в Государственную Думу. Пятеро идут на третий срок в Государственную Думу. Двое идут на второй срок. И только шестеро идут на первый срок в Государственную Думу. Ну, назвать этот состав существенно обновленным точно нельзя. Любопытно, что общий стаж на данный момент нашей депутатской группы, стаж в Государственной Думе, составляет 75 лет. А по окончанию вот этого срока, на который они избрались, этот стаж составит и вовсе 145 лет пребывания в Государственной Думе. Только одной зарплаты, которая, собственно, не является основным доходом депутата Государственной Думы, мы заплатим им более миллиарда рублей. Теперь давайте поименно. На четвертый срок рекордсменом в нашей группе депутатов Государственной Думы, как ни странно, идет Арифат Шейхудинов. Вот этот тот самый непонятный и единственный в Государственной Думе депутат от партии Гражданская Платформа. Ну, много было говорено про этого товарища, в том числе и вот этот казус финской недвижимостью, которую он обладает и которая не явилась препятствием для того, чтобы он избрался в Государственную Думу. Напомню, его супруга владеет достаточно обширным имением в Финляндии. Супруга у него законная, он с ней не разведен, соответственно, вот как-то так. Но ничего не могу сказать про депутата Шейхудинова, потому что появляется он в Башкортостане исключительно во время выборов. Человек появляется с какими-то уже предварительными звонками из Государственной Думы или откуда-то выше. Неизменно проходит в Государственную Думу уже в четвертый раз. Я полагаю, что и дальше так же будет, в том смысле, что мы надолго, на ближайшие пять лет, потеряем из виду Рифата Шейхудинова, который и дальше продолжит улучшать свое материальное положение, расширять свои финские владения и, в общем-то, никоим образом не влиять ни на политику, ни на жизнь в Республике Башкортостан. Далее в списке долгожителей Государственной Думы. Павел Качкаев идет на третий срок, Римма Баталова идет на третий срок, Рафаэль Марданшин идет на третий срок, господин Ющенко от КПРФ идет на третий срок. Как ни странно, есть среди долгожителей и те самые парашютисты из Москвы, вот эти вот люди, которых мы не очень можем запомнить по фамилии, это тех, кого нам просто прислали из Москвы, список из четырех человек, которых назначат. Так вот, среди них есть один долгожитель с весьма кудрявой политической историей. Это господин Курбанов. Он идет на третий срок, при этом на первый срок он баллотировался от партии «Единая Россия» из Дагестана. Это для тех, кто визжал на тему понаехавшего Амарова. На второй срок господин Курбанов уже баллотировался от Крыма и от КПРФ, а вот на третий срок он баллотируется от Башкортостана и снова от «Единой России». Видимо, это очень универсальный человек, который может от любой партии и от любого региона пройти в Государственную Думу. Ну вот, тем не менее, такого депутата мы заполучили в этот раз. Ну и последним долгожителем в моем списке опять является Иван Сухарев от ЛДПР, который снова на третий срок идет депутатом Государственной Думы. Про второгодников, пожалуй, говорить не будем, а вот список тех, кто идет впервые в Государственную Думу, он достаточно любопытный. Ну, во-первых, это трое десантников, трое парашютистов, которых нам навязали из Москвы. Я их даже пофамильно упоминать не буду, потому что они точно тут уже ничего не значат, получили мандат и отъехали. А вот из наших местных есть еще три заметных персонажа. Это Эльвира Айткулова, Римма Утяшева и Динар Гельмуддинов. Вот эта троица идет в Госдуму впервые. Достаточно странный выбор, на самом деле, вот этих вот депутатов. Эти трое точно от Башкирии, плоть от плоти. Не могу сказать, что Динар Гельмуддинов был креатурой Хабирова, потому что мы помним, какие напряженные отношения сложились между Хабировым и Гельмуддиновым. Но Утяшева и Айткулова, это точно хотелки самого Ради Фаритовича. Довольно странный выбор, повторюсь, потому что, ну, обе эти дамы, несмотря на что они очень разные, из разных слоев, с очень разным бэкграундом, они, в общем-то, на мой взгляд, не очень бы полезны были в Государственной Думе. Утяшеву Хабиров буквально провожал Государственную Думу, значит, ей там напутствовал, что мы надеемся, что вы там будете приносить пользу. С величайшим почтением к Риме и Утяшеву я отношусь лично, но понимаю, что, наверное, в этом возрасте с таким бэкграундом уже пора бы как-то на более спокойных должностях находиться. Либо мы получим неподвижного, бездеятельного депутата, который в силу уже физиологических особенностей и возраста не сможет активно участвовать в политической жизни страны. А вот то, что касается Айткуловой, ну это просто блаш. Я уже много раз говорил, что Айткулова профессиональная подруга первых леди республики. Она липла и бесконечно бегала кругами вокруг супруги Хамитова. Ровно то же самое происходило с Кориной Хабировой. Айткулова плотными кругами бегала вокруг Кориной Владимировны, добиваясь внимания и некого благоволения со стороны основанного семейства и, суть по всему, добилась. Я не знаю, вокруг кого она теперь будет бегать в Государственной Думе. Видимо, выберет там чью-нибудь жену пожирнее и поважнее. Но, суть по всему, модус операнди у Эльвира Айткуловой не изменится. А в целом она мне напоминает того самого коня, которого Нерон привел в Сенат уже в апогее своего политического безумия и заставил сенаторов признать лошадь равной себе. И вот, почитайте ее и относитесь к ней так же, как к себе. Вот примерно такая историческая аналогия у меня приходит на ум, когда я вижу, как Хабиров зачем-то проводит Айткулову в Государственную Думу. Подытоживая персональный анализ состава депутатской группы от Башкортостана, могу сказать, что, конечно, мы не должны ожидать от них чего-то важного, полезного и хорошего. Потому что в основной своей массе эти люди давно находятся в Госдуме и доказали, что никакой пользы принести не могут. А тех, кого туда делегировали впервые, они, конечно, тоже вызывают массу подозрений и, судя по всему, будут абсолютно бесполезны. Напоминаю, что завтра, 26 сентября, в 9 часов вечера у нас состоится 42-й стрим, на котором мы как раз и поговорим и о выборах, и о ситуации, которая складывается после выборов в Башкирии, о том, что нас ждет. В принципе, поговорим обо всем, о чем захотите. Для этого присылайте свои вопросы в комментариях под сегодняшним видео. Это самый надежный источник, потому что я их обязательно до завтра прочитаю все. Можно присылать и по другим каналам. Напоминаю, что у нас есть большая просьба к вам, как всегда, она одна и та же. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Я вчера проанализировал статистику канала и увидел, что 40% из тех, кто канал смотрит, не подписаны на канал. То есть мы почти удвоить можем аудиторию канала, а это для нас важно. Ну, это для нас важно, а для вас совершенно бесплатно. Просто нажмите кнопку подписаться. Также бесплатно нужно и обязательно нажимать лайк под нашими видео. Это помогает нашему каналу продвигаться внутри системы Ютьюба. Теперь поговорим о Горсовете Уфы, куда тоже прошли выборы. Кстати говоря, в связи с выборами Сергей Николаевич Греков завершает свой путь в качестве мэра и теперь его заново должны переутвердить. Впрочем, я не сомневаюсь, что это обязательно произойдет и волноваться Сергею Николаевичу не о чем. Несмотря на то, что он отказался от мандата Городского Совета Уфы. Ну, собственно, 26 мандатов из 36 в Городском Совете Уфы это Единая Россия. Причем Единая Россия улучшила свою позицию в Горсовете. В прошлом созыве было 24 мандата, сейчас 26. Вообще, вот эта вот лукавая история с выборами, когда все кричали, что вот КПРФ, умное голосование, там, тра-та-та, мы все против Единой России. В итоге Единая Россия получила большинство, парламентское большинство в парламенте и, в общем-то, абсолютное большинство в нашем Горсовете. Ну, то есть, опять нас это обошли на повороте. Но вернемся к списку депутатов Горсовета. Честно говоря, я не знаю многих из тех, кто попал в Городской Совет Уфы и намеренно не буду анализировать их персоны, пока они каким-то образом не проявят себя на этом посту с этими мандатами, если вообще это случится. Но знакомых фамилий достаточно. Хазигалеев и Марач. Оба прошли самоводвиженцами, чудесным образом представив абсолютно достоверные подписи. Строгий Горсберком проверил подписи Марача и Хазигалеева, прослезился и разрешил им участвовать в выборах. Оба проходят, набирают нужное количество голосов. Ну, по поводу Хазигалеева понятно. Значит, замирился с Сидякиным, мы помним эту лифтовую войну. Ну, Хазигалеев забыл напрочь вообще о лифтах, как о бизнесе. Более того, был принят в лоно башспирта, поработал там несколько месяцев на хорошем посту. Потом оттуда уволился и теперь продолжит развитие там то ли торговой сети башспирта, то ли еще каких-то там процентов и процессов. В общем, Хазигалеев встроился в команду, перестал биться, перестал там воевать, перестал, значит, перетягивать канат с Сидякиным, забыл о лифтах. В общем, все у него хорошо, и вот он стал депутатом Горсовета. Ну, нравится ему быть депутатом Горсовета, несмотря на то, что многие говорили о том, что он, может быть, пойдет в Госсобрание, а может быть и в Госдуму. Ну, нет. Видимо, для Хазигалеева это потолок его политических амбиций. Узнав о том, что Иосиф Марыч прошел в Горсовет, многие вскрикнули там, лихие 90-е возвращаются. Ну, нет, ну что вы. Иосиф Марыч из тех правильных пацанов 90-х, которые выжили физически, выжили материально и финансово, преуспели в определенном смысле, хотя были у него тяжелые времена, ну и, в общем-то, очень многое подчеркнули для себя из того, что необходимо для выживания. Это совсем уже не тот человек, которого кто-то из нас знал, видел и общался с ними в 90-е. Это благообразный бизнесмен с достаточно обширными активами, так что, ну, не о том речь. А вот зачем он нужен в Горсовете? Это значительно более интересный вопрос. Я полагаю, что понадобился человек, который способен на решение достаточно сложных и щекотливых вопросов с высоким уровнем личной смелости и решительности. Вот такие люди все еще нужны. Потому что очевидно, что господин Марыч сейчас активно встраивается опять вот в эту конструкцию Сидякина и еще некоторых людей, которые претендуют на влияние в городе Уфе. И вот такой специалист понадобился. Еще одним заметным депутатом, по крайней мере, визуально заметным из числа Горсовета, стал Валериан Гагин. Ну, тут, что называется, сбылась мечта идиота. Валериан, заметная фигура социальных сетей, пошел на выборы от «Единой России», как говорится, не западло. Собственно, скрываясь за неким образом такого своего парня, такого, значит, покровителя искусств, ну, и так далее, и так далее, некого такого, значит, ботана в очках, на самом деле Валериан Гагин таковым совершенно не является. Ну, в моем представлении, исходя из того, что я знаю, фигура эта достаточно опасная для города Уфы. Давний партнер Павла Качкаева по освоению и эксплуатации неких активов, которые были определенным образом поделены между ними. Человек, который безудержно рвется к возможностям и функциям застройщиков и много-много лет грезит тем, чтобы чего-нибудь в Уфе построить, чтобы потом продать подороже, речь идет о том, что Валериан Гагин очень изящно выдумал для этого определенную ширму. Я говорю об этом вот в неком арт-проекте «Облака», который он пытается воздвигнуть в Уфе. Вот этот парк искусств, или что он там задумал, он пытался построить там на границе около Черниковки, в лесу, там не задалось, не получилось. Сейчас он пытается получить участок в центре Уфы на улице Кирова рядом с нефтяником. Ну, знаете, там, наверное, не получится тоже, потому что рядом живут весьма влиятельные и озабоченные окружающей средой люди. Они, наверное, не дадут Валериану воткнуть на оставшийся пятачок, в последний сквер в районе, воткнуть свое вот это вот все, что он собирается строить. Надо бы, наверное, куда-нибудь ему глядеть в забелье, туда, на окраину, ничего страшного. Многие арт-хаусные проекты в крупных городах в мире расположены за городом, и ничего страшного. Вот, правда, жилье там не очень удастся построить, но, Валериан, ты же собираешься не жилье строить, да ведь? В руководство попадает господин Кензикеев. Этот крупный бизнесмен от похоронного бизнеса стал депутатом горсовета. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря, зачем это нужно было Кензикееву. Мы помним его там фиаско в правительстве еще при Хамитове. Сейчас Кензикеев активно занимается похоронным бизнесом, учитывая последние времена и вот эту ковидную историю, видимо, у него дела идут хорошо. Есть предположение о том, что господин Кензикеев будет заниматься крематорием. Возможно, это он, инвестор, который будет выдвигать этот необходимый для города объект. Посмотрим. Надо отметить, что горсовет Уфы в значительной степени утратил представительство застройщиков. Хотя кое-кто из них там остался. Но вот, например, господин Носков из числа депутатов горсовета выбыл. Честно говоря, это нехороший знак для него. Учитывая то, что в последнее время также негативно развиваются события вокруг некоторых его объектов, мы знаем, что суд наложил запрет на продолжение строительства на улице Конституции 5. Там опять произошло некое развитие этой конфликтной ситуации с жителями. Ну и по Шатару Ставели не все до конца понятно. В общем, на фоне того, что Носков еще и утратил мандат депутата горсовета, тут, конечно, ситуация неоднозначная. Но, пометуя о боевом и настырном характере Андрея Викторовича, мы, видимо, еще увидим какое-то количество конфликтов, сюрпризов, столкновений и конфронтаций на этом поле. Безусловно, нужно поговорить и о реакции на все эти выборы, как кто на это все среагировал. Ну, реакцию населения мы, наверное, еще будем долгое время отслеживать. Люди, конечно, в каком-то таком отчаянии, если честно, от всей этой вот ситуации. Многие отчаялись заранее, некоторые отчаялись по результатам. Некоторые партии пришли в неистовство, полагаю, недолгое. Ну, вот, например, «Справедливая Россия» неоднократно на прошедшей неделе заявила о непризнании результатов выборов, о намерении их оспаривать, добиваться в судах, создать некую ассоциацию по борьбе за, значит, возврат результатов, которые они считают справедливыми. Может быть, это все и правильно, но хотелось бы увидеть некий набор последовательных действий, иначе мы опять станем свидетелями пустой болтовни, каких-то рефлексий и так далее. Ну, вот, например, на этой неделе активисты и люди, участвовавшие в выборах от «Справедливой России», записали обращение к Владимиру Путину с требованием пересмотреть результаты выборов в Башкортостане, обратить внимание на их ложивость и так далее, и так далее. Я полностью присоединяюсь к их тезисам, однако подвергаю сомнению самое главное. А услышит ли их Путин? А если услышит, то сделает ли что-нибудь? Ведь Путин, собственно, и является главным идеологом вот этих всех выборов и того, как они прошли. Более того, я вам скажу, что Путин даже остался недоволен вот этим 49% Единой России в среднем по стране. Путин по старинке, будучи человеком пожилым, хотел бы, чтобы все было надежно и проверено. 51% его бы устроил. Получилось 49%. В Москве КПРФ бузит не на шутку, кричит, ругается и требует добавить им мандатов. В Уфе все скромнее, башкирская КПРФ тоненьким голосом выкрикнула свое ФИ, но тут же, как говорится, отползло к корыцу, куда им сытно уже отсыпали башкирские власти. Мы помним, что КПРФ в Башкирии – это неимоверно ручная структура, которая уже многие-многие годы находится в теснейшем сотрудничестве с Белым домом Уфы. Кто бы ни находился в этом Белом доме, КПРФ в Башкирии полагает, что Белый дом – это и есть тот самый кормилиц и паилец. Я не отношу себя к приверженцам ислама, но периодически почитываю Коран, ибо древняя мудрость особенно актуальна в наши смутные времена. И вот на прошедшей неделе попалась мне сура 6, аят 129, в которых говорится «Позволяем мы править одним несправедливым над другими за то, что совершают они». К чему я это, собственно? Я к тому, что на самом деле мы все, каждый и в общем все вместе, виноваты в том, что случилось на этих выборах. Мы не воспрепятствовали должным образом тому, чтобы вот эти нечестивцы пришли к власти. И теперь мы должны, в общем-то, наверное, искупать вот эту вину через то, как они будут нами править. Но это к вопросу о смирении. А к вопросу о перспективе надо, наверное, сказать, что все-таки у нас остается шанс что-то изменить. Если не на этих выборах, то на следующих. А может быть и без выборов мы как-то обойдемся. И в последнее время я все больше и больше склоняюсь к последнему варианту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова